У меня были сомнения, когда готовился к этой теме, каким образом ее раскрыть, поскольку с точки зрения юриста, допустим, юрист, он не в силу своих знаний, опыта и специфика работы не совсем приспособлен для решения, скажем, этических норм, или определения, что этично, что нет. То есть мы можем сказать, что законно, что незаконно, а вот с точки зрения этики, скажем, у нас есть правила адвокатской этики, а вот для клиента, клиент сам решает для себя. Коллеги во время предыдущих выступлений неоднократно упоминали такие категории, как что есть правильно, что есть неправильно, морально, неморально. Вот это как раз и является этикой. Да, спасибо. Хотел бы сразу же уточнить, что категория этики не предусматривает как таковой ответственности. То есть это личный выбор каждого, это, скажем, субъективная категория, ну, в силу различных философских категорий этика как таковая, она является уже, скажем, целью существования человека. Поэтому я бы, наверное, начал бы с общих, с некого общего посыла, сказав, что этика и закон, они различаются. То есть ясно, что этика лежит в основе закона. То есть закон, который не базируется на этических принципах, он не является моральным, то есть он считается фактически неэтичным, да. Но мотивация, которая присуща, скажем, этическому поведению и поведению в рамках закона, она различна. Для примера можно привести, допустим, движение на машине с безопасной скоростью и с учетом дорожной ситуации, скажем, с той целью, чтобы не причинить вред ни себе, ни пассажирам, ни окружающим, является моральным, этичным. Если движение, скажем, с безопасной скоростью вызвано тем, что человек видит за собой машину полиции, он таким образом больше опасается возможных последствий, да, то есть ответственности за нарушение правил дорожного движения, это поведение законно. Разница есть, и в том, что касается кодекса корпоративной этики, я попытаюсь ее, скажем, осветить в данной презентации. Еще один небольшой нюанс. Есть разные мнения насчет того, вообще есть ли смысл в отдельных, в таком понятии, как корпоративная этика, что она собой представляет, зачем вообще выделять как отдельную какую-то категорию именно корпоративная этика. Я в данном случае не буду на ней останавливаться, просто это данность компаний, и, скажем, западные, мировые, в Украине. Большинство компаний имеет кодексы корпоративной этики. В первую очередь я говорил о международных компаниях. Я видел разные цифры, называют порядка 80% из крупных международных компаний, имеют свои кодексы корпоративной этики. В Украине это тоже, чем дальше, тем больше распространено, причем это больше скорее дань традиции, с моей точки зрения. Скажем так, в не таком большом количестве стран принятие как такового кодекса поведения или этического кодекса является требованием законодательства. Допустим, в той же США, да, есть закон 2002 года, которым корпорации обязали принимать кодексы поведения или объяснять, почему они этого не делают. Но, тем не менее, принятие этического кодекса – это скорее, скажем, признание корпорации, компаний, предприятия, организации, признание, что оно несет ответственность перед своими сотрудниками, перед клиентами, перед теми лицами, с которыми оно взаимодействует. Это скорее не имиджевый, скажем, не имиджевый инструмент. Это больше вопрос ответственности и личного решения каждой конкретной компании. То есть, что собой представляет кодекс этики, корпоративной этики, зачем он нужен? То есть, с моей точки зрения, это набор правил, принципов, которым должен, обязан следовать, скажем, сотрудник компании во взаимодействии со своими коллегами в совместной деятельности, в отношении с клиентами, в отношениями с контролирующими органами и тому подобное. То есть, это определенная модель поведения, которую компания считает правильной. Обычно она перекликается, скажем, и фактически повторяет общие этические принципы, то есть то, к чему привык и чему следует каждый из нас, каждый, скажем, моральный человек. Но с определенной спецификой, которая учитывает то, что в компании работает группа людей, которые объединены одной целью или, скажем так, имеют одну общую мотивацию. И компания считает необходимым донести, скажем, и определенным образом изложить это в письменном документе, соответствующее положение. При этом тоже хочу сказать, что кодекс как таковой, да, то есть он, это письменный документ, но он в любом случае, он базируется на существующем порядке вещей в компании. Хотя, возможно, там дальше это будет. Итак, функции кодекса корпоративной этики. То есть я выделил три основных момента, то есть какие задачи обычно ставятся перед кодексами, зачем их принимают, чему они могут способствовать. То есть первый элемент — это, соответственно, репутация. Как я уже сказал, обычно, вот особенно для украинских компаний, это более характерно, то есть кодекс корпоративной этики рассматривают как некий инструмент поддержания пиара, то есть повышение своей репутации, демонстрируя таким образом, что компания в своей деятельности руководствуется моральными принципами и, соответственно, таким образом привлекая к себе внимание. При этом… Это не совсем верно, поскольку… Не совсем верно сужать задачи, которые ставятся перед кодексами корпоративной этики именно к функции пиара, поскольку фактически это неэтично, потому что этика, она не может выступать средством. То есть нельзя ставить вопрос таким образом, что мы будем этичными для того, чтобы быть успешными, для того, чтобы привлечь клиентов, для того, чтобы показать, что у нас… Это является нашим конкурентным преимуществом перед конкурентами, перед другими лицами. То есть этика как таковая является целью, и, скажем, как я уже говорил, принятие этического кодекса таким образом декларирует приверженность компании к соблюдению данных норм и принципов в своей деятельности. Следующая функция – это, скажем, повышение эффективности управления. Описывая определенные проблемы, с которыми сотрудники компании, корпорации, могут столкнуться в своей деятельности во взаимодействии между собой или во взаимодействии с третьими лицами, компания фактически таким образом помогает процессу принятия решений, способствует. То есть имея возможность проконсультироваться и свериться с кодексом, сотрудники таким образом получают определенный посыл и понимание того, как им действовать в той или иной ситуации. Соответственно, кодекс помогает расставить приоритеты и взаимодействии, как я уже сказал, и между сотрудниками, и со внешними группами и определяет, в том числе указывает на неприемлемые формы поведения. Как раз это обстоятельство, оно как раз перекликается с законодательным регулированием. Я позже об этом скажу, когда затрону тему составления кодекса корпоративной этики. Но так или иначе, без знания законодательства, без знания того, что запрещено и что разрешено, какие, опять-таки, виды поведения являются неприемлемыми, корректно составить кодекс корпоративной этики нельзя. Корпоративная культура. То есть, очевидно, часть кодекса корпоративной этики, они в целом как раз и ориентированы на том, чтобы донести, как можно, скажем, общими словами некую миссию компании, некую цель ее существования, с тем, чтобы люди, работающие в этой компании, почувствовали некую общность, объединение мотивации, объединение единой целью. Соответственно, это в конечном счете повышает и эффективность работы компании. Рекомендации. К составлению кодекса корпоративной этики есть несколько, скажем, поскольку, еще раз повторяюсь, этот вопрос никак не регламентирован законодательством. Каждая конкретная компания, если она приняла решение все-таки утвердить подобные этические правила, принципы, она выбирает для себя, скажем, наиболее подходящий вид, форму такого документа, кодекса, так и его содержание. В исторические кодексы корпоративной этики могут вообще ограничиваться некими идеологическими принципами, не вдаваясь в детали, что конкретно сотрудники должны делать в той или иной ситуации, просто обозначив, что вот есть некие ценности, которые, вроде как, ожидается, будут исповедовать каждый сотрудник данной компании. Так вот, при принятии, при утверждении кодекса, в первую очередь, необходимо понять, зачем он необходим, зачем вообще возникло решение утвердить данный кодекс этический. Далее, в составлении подобного документа должны принимать участие, в принципе, все сотрудники компании. тут не идет речь о том, что необходимо уточнить, узнать точку зрения или мнения каждого человека. Речь скорее идет о том, чтобы дать возможность, скажем, предлагать идеи всем, кто может быть вовлечен, поскольку кодекс, он, в принципе, он фиксирует некую матрицу, уже существующую в компании. Это тоже нюанс, поскольку кодекс, он в том, что касается корпоративной культуры и прочего, кодекс корпоративной этики, он не может формировать, формировать такую культуру, он ее фактически фиксирует. Он может ее регулировать или там корректировать в том или ином направлении, прививать сотрудникам какие-то там дополнительные ценности, но, тем не менее, он ее не создает заново или не создает, скажем, из ничего. О необходимости учитывать требования законодательства и знать тенденции к его изменению я уже упомянул. Особо важно то, что касается, собственно, языка и формулировок, которые используются при составлении кодекса, поскольку особенно это показательно, если ознакомиться с кодексами корпоративной этики, многих наших государственных компаний, тот документ просто тяжело читать. Тяжело читать, тяжело воспринять, и, соответственно, как результат, я сомневаюсь, что данный документ пользуется большой популярностью и в тех компаниях, и что сотрудники реально им руководствуются при своей работе, при своей деятельности. Вот подобная ситуация, она, в принципе, ну, в подобной ситуации кодекс корпоративной этики, как таковой, он теряет смысл. То есть он работает только, когда им руководствуется, и, ну, иначе, иначе это просто формальный документ, который можно предъявить, скажем, потенциальным контрагентам, клиентам, и то неизвестно, скажем, какой эффект он возымеет. Поэтому при подготовке такого документа рекомендуется использовать как можно более простой язык, который понятен людям, которые работают в самой компании, и его легко запомнить. Я заканчиваю. Да, 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 да. Вопросы, которым стоит уделить внимание при составлении кодекса. То есть есть несколько вопросов, которые я представил на данном слайде, и которые фактически, с моей точки зрения, должны помочь определиться, что именно включать в кодекс, что нет. В первую очередь, это необходимо понять, что раньше, какие проблемы имели место раньше, которые стоит отобразить в кодексе, и что еще может пойти не так. Отдельно, чтобы не затягивать, отдельно хотел обратить внимание на некоторые, скажем, этические принципы, которые тоже нашли отображение и в законодательстве, и коллеги затрагивали это во время предыдущих выступлений. То есть в том, что касается whistleblowing, и то, что касается корпоративного интереса. Данные темы, они, насколько я могу судить в своей практике, они плохо воспринимаются сейчас в Украине. То есть даже несмотря на то, что данные вопросы включаются и в кодексе корпоративной этики, они неоднократно обсуждались, и по-прежнему… Их важность понимают практически все, но они реально редко когда работают. По поводу whistleblowing уже упоминали, коллеги. По поводу конфликта интересов точно так же. Очень часто возникает ситуация, когда вроде как данный критерий и данная… То есть недопустимость потенциального или реального конфликта интересов включается в документы компаний. И вроде как все это понимают, но на практике люди просто ставят галочку, что подтверждают, допустим, что нет, конфликта интересов нет. Но на самом деле он есть. И часто приводит к проблемам, в том числе в судах. Поэтому на этом заканчивая, хотел бы просто выразить надежду на то, что этика – это все-таки категория развития, и моральность, культура, и все прочее, что в Украине, скажем, естественным путем, скажем, все мы и народ ведет понимание, понимание.